Всем привет! Это Юлия. Сегодня я вам хочу показать вот такой вот макияж, такой вот вечерний смоки. Смоки макияж выполнен с помощью палетки от Guerlain, шестицветный номер 68. Вот так выглядит эта палетка, вот такие очень красивые, замечательные оттенки, оттенки в серой гамме и посередине вот такой фиолетовый квадрат, который очень красиво украшает макияж. Макияж это темный оттенок, он может использоваться в качестве подводки, ну и в принципе много чего можно с ним придумать. Итак, если вас интересует этот макияж, пожалуйста, оставайтесь со мной. Итак, на всю веку я наношу базу от MAC, вот такую базу, называется Paint Put Painterly. На всю веку я наношу пальчиками и вот так хорошо распределяю по всему веку. Затем я беру палетку и беру плоскую кисть MAC 239 и беру вот этот цвет, вот этот, такой светло-серый, он с небольшим отливом. И наношу такими вот похлопывающими движениями на середину века, то есть не заходя в этот уголок. Затем я беру растушевочную кисточку, пушистую и просто чуть-чуть растушую наш серый цвет. Затем я беру вот такую кисть, чуть поменьше, 222 от MAC и я набираю вот этот нижний оттенок, он такой чуть потемнее, чем вот этот. Стряхивая и круговыми движениями наношу вот на эту область, прорабатывая уголок, складку века. Редактор субтитров А.Семкин Затем я возьму вот такую кисточку, пушистенькую, 224, и возьму вот этот светлый оттенок серого цвета и немножко растушую вот эти все границы, немножко смягчу. Далее я возьму вот такую кисточку скошенную, это у меня MAC 266, и опять же вот набираю вот этот цвет, так он темно-серый, и прохожусь вот по нижнему веку вот такими осторожными движениями. Ну как бы до этой области, то есть не до конца глаза, а вот до сюда. Далее я возьму опять 222-ю кисть и возьму вот этот центральный сиреневый, вернее такой фиолетовый оттенок. И я буду его наносить вот на эту область, такими круговыми движениями. Так, и опять 224-я кисточка, я все это растушую. Далее я беру вот такую кисть 217-я, пушистенькая, и набираю вот этот светлый оттенок, он такой белый, с перламутром, у меня с достаточно крупным перламутром. Стряхиваю, потому что он такой сыпучий достаточно, и наношу вот во внутренний уголок. И вот такими осторожными движениями, вот на эту область, именно во внутренний уголок. И растушевываю его. То есть мы как раз оставляли место, когда наносили серый наш основной цвет, как раз для этого белого цвета. И этот же цвет, этой же кистью мы наносим на область под бровью. И вот таким образом мы еще раз растушевываем переходы, сглаживаем переходы. Затем я беру вот такую кисточку от MAC, такая плоская, это у меня 231-я. И опять набираю вот этот сиреневый, фиолетовый оттенок. И таким аккуратным движением наношу на слизистую. Затем беру вот такую кисточку кисть-карандаш и вот этот самый темный оттенок в палетке. И чуть-чуть прорабатываю уголок. То есть слегка добавляю этот оттенок в уголок. И растушевываю сразу же. Субтитры создавал DimaTorzok И так 224-й кисточку опять растушую слегка. Вы можете сравнить, почти готов наш глаз. Должно получиться точно так же, как и на этом глазу. Так, для этого я беру карандаш черный водостойкий от Chanel. Вот такой. Это номер 10. Подводка у меня вот такая черная от Bobby Brown гелевая. И я беру кисточку номер 209 от MAC. И вот от середины века я наиболее ближе к ресницам, к межресничному контуру провожу линию. Начинаю именно от середины. Так как бы меньше возможности ошибиться. И подправить линию можно. Так. 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 такой глазик у меня получился сейчас осталось нанести тушь я буду наносить еще базу под тушь чтобы реснички были наиболее объемные база мне вот такая от dior дюр шоу максим из air и тушь тоже дюр шоу blackout и предварительно я загибаю реснички чтобы они у нас были немножко подкручены так наношу базу наношу тушь и так тушь нанесла и теперь я оформлю бровь возьму такой кисть 266 от mac и я беру вот так же из палетки вот этот оттеночек внизу такой темно-серый и пройдусь по брови и придам форму и заполню если у вас такой же примерно такая же форма ой не форма а цвет брови такой вот темно-серый то вы можете в принципе то тоже взять этот цвет из палетки и так я закончила макияж глаз и теперь я сделаю контур и нанесу румяна и также губы и так контур я буду делать с помощью вот такого бронзера от benefit хула румяна я сегодня буду использовать вот такие от мак это well dress it они вот такие розовые такие светлые розовые и к таким таком макияже глаз он достаточно холодный я думаю все румяна очень подойдут и помаду помаду я буду использовать вот такой от и самара номер один и карандаш от исти лауда номер 4 а вот что у меня получилось вот такой макияж глаз с помощью вот этой палетки от герлин это номер 68 я думаю что ну скорее всего это наверное вечерний макияж вот такой смоки смоки макияж но в принципе с этой палеткой можно я думаю делать и какой-то дневной макияж если не использовать темные оттенки но смоки с этой палеткой делать просто замечательно здесь есть все все оттенки и вот этот фиолетовый оттенок он как раз добавляет такую изюминку макияжу и так вот так еще раз еще раз посмотрите на глаза я надеюсь вам было интересно надеюсь вам понравилось пожалуйста оставляйте отзывы пишите комментарии и подписывайтесь если вы еще не подписались пока пока